13.06 на часах в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлива. В гостях у меня сегодня Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер». Нас можно слушать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляции студии на сайте «Эхо Кирова». Там же через форму анонсов вы можете оставить свои вопросы Владимиру. А номер для ваших смс 8909 720 101.0. Владимир, добрый день. Добрый день. Начать, наверное, мне хотелось бы с темы, которая, я думаю, изрядно уже набила все москвы. Ужасно надоело, просто надоело категорически. Ну, я раз пришел, давайте, значит, мне хочется что-то сказать. Повернуть мне хотелось бы несколько под другим углом, то есть то, что минувшую неделю обсуждалось в СМИ. Начать хотелось бы с кандидатов, которые и федеральные, и местные средства массовой информации предлагали в качестве потенциального губернатора человека на место Никиты Белых. То есть это начиная от Валерия Крепостнова, Олега Валенчука и заканчивая там Биланом Хамчевым, депутатом Госдумы и всем известным бывшим начальником ОМВД генералом Солодовниковым. Вот как вы можете оценить все кандидатуры, которые предлагались, если вообще под этим какое-то основание, возможно, какие-то кандидатуры есть у вас, может быть, вы о чем-то слышали от своих источников? Нет, сразу признаю честно, ни о каких кандидатурах я не слышал. Предлагать никого на должности губернатора Кировской области я и не могу, и не хочу, и не в силах. Из кандидатур, которые мелькнули, ну это обычное явление, когда что-то происходит в нашем обществе интересное, то есть кого-то посадили, или кто-то полетел в космос. Всегда начинается брожение, люди ищут свое место, то есть кем они окажутся после того, как устаканится ситуация. Эти поиски как бы озвучиваются периодически в виде того, что ура, мы нашли кандидата, им будет, несомненно, там, не знаю, Солодовников. Все люди, которые любят Солодовникова, копают в ладоши, а люди, которые не любят Солодовникова, пытаются заговоры, кричат, что это самое ужасное, что могло быть с Кировской областью. И по поводу остальных кандидатов тоже все самое. То есть это два процесса. Первый, это люди, которые зависели от Никиты Белых, или числились в его команде, или рядом находились они, ищут варианты, пытаются найти варианты, которые бы удовлетворяли их по-прежнему. А те, кто надеется с исчезновением Белых поправить свое положение, соответственно, ищут какие-то другие варианты. И все это не более чем светская досужая болтавня. Ну, то есть ни одна из этих кандидатов точно не попадет. Я пока не слышу ни одного имени, который вызвал у меня точную уверенность, что об этом стоит говорить в принципе. Потому что, да, я могу на два часа осуждать о каждом из кандидатов, почему они дарят Москву, дарят местную, и почему одни политологи считают, что это будет, другие считают, что это невозможно. Не так давно, где-то, я три назад, с уважаемым мною Леонидом Сухотериным, Леонидом Янковичем, который у нас когда-то был замом Лебедева, когда-то был членом Совета Федерации Нижегородской области, сейчас, насколько я знаю, он возглавляет ОНФ в Нижегородской области. Говорили как раз об этой ситуации. Он, кстати, отметился постом про казус белых, он так его назвал в какой-то Нижегородской СМИ. И он вспомнил прекрасную историю, когда двое кировчан в кабинете, причем, учитывая, что Леонид Янкович у нас работал и политтехнологом, он прекрасно помнит, двое кировчан находятся в кабинете, они должны как-то объединить свои усилия, быть в коалиции. Вместо этого они начинают ругаться, вспоминая, кто подсадил друг друга кнопку, кто подложил друг другу и так далее, детские обиды какие-то. Все попытки, говорят, что я очень удивился, потому что попытки уговорить этих кировчан выступить вместе вызвали бешеную агрессию против именно меня. То есть и кировчане... То есть в чем-то объединились. Да, кировчане всегда объединяются против внешнего врага, прекрасно. И я предполагаю, что московская администрация, за которую, собственно говоря, кремлевская, московская, без разницы как называть, за которую решающую слово в этом во всем, она прекрасно осведомлена, что поставив на пост губернатора кировчанина, можно иметь, скорее всего, в данной ситуации, в данном раскладе, скорее всего, неприятности. То есть единственное, пожалуй, что мне удастся сказать, мне так кажется, что это не будет кировчанин в любом случае. То есть это не будет уроженец Кирова, Кировской области. Это да, это можно утверждать, пожалуй, что ли. Ну, на самом деле, вот эта точка зрения чаще всего мелькает, то есть без фамилии. Ну, она самая спокойная, самая робкая и в то же время самая надежная. Меня, на самом деле, просто как журналиста всегда интересовала природа появления этих кандидатов, потому что обычно же это всегда... Это группа, это очень просто. ...неназванные источники. Это очень просто. И у нас тут просто с коллегами закралась даже, ну, как в шутку, такая крамольная мыслишка, а не вкинуть ли какого-нибудь своего кандидата. Ну, это настолько элементарно и просто, то есть если у вас есть какая-то смешная площадка, вы можете начать обсуждение до любого кандидата. Григорий Явлинский решил баллотироваться у губернатора Кировской области. Ну, это какая прелесть. Два-три фейка, там, два-три нормальных совершенно площадки. Ссылка на свои истории. Да, да, конечно. И у вас дело пойдет, я вам вручаюсь. Вы носите запросы в Явлок, там, еще что-то. Кировщане будут обсуждать, да. Ну, и пусть не Явлинская, возьмите какую-нибудь более одиозную фигуру, я не знаю. Чтобы больше комментариев. Владимир Вольфович Жириновский, он не откажется дать комментарий по поводу своего движения, допустим. То есть, на самом деле, медийный повод можно раздуть громад. Еще больше. Ну, я не вижу в этом такого ни человеческого, ни, честно говоря, событийного смысла. Потому что, во-первых, ситуация с Никитой Юрьевичем, ну, с чайочкой точки зрения, пожалуй, стоит бы помолчать, на самом деле. А с точки зрения смешной, то, ну, ребят, ну, неделю уже вертится эта новость. Ну, как бы, ну, давайте попробуем извлечь из нее еще, конечно, что-то. Ну, не знаю. Мне самому интересно, в первую очередь, что может на «Эхо Москвы» интересного узнаться про ситуацию с Никитой Юрьевичем, с Никитой Белых, спустя неделю после его ареста. Вот, самому интересно. Давайте попробуем. Жаль, что карты уже все раскрыли. Нет, ну, я не знаю, почему все это еще. Ну, давайте, хорошо. Ну, на самом деле, мне вот эту всю неделю уже даже больше были интересны не сами статьи, как таковые, которые там предлагали либо различных кандидатов, либо оправдывали, либо в поддержку, то есть, сколько комментариев, которые появлялись в социальных сетях, в Фейсбуке. О, да, я понял, я понял очень хорошо. Причем, вот люди как-то разделились прям четко на два лагеря. То есть, вот эта вот позиция, одна вот подставили, другая, да, он там все украл, пусть сидит. И где-то вот нет вот этого, обычно все равно тут третья какая-то сторона бывает, которая хотя бы говорит, ну, следствие пусть во всем разберется. Тут она практически не представлена. Нет, 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 есть, есть какие-то робкие голоса, которые говорят, что следствие пусть во всем разберется, но эти голоса, на самом деле, неправильные в том плане, что они, по сути, примыкают к какой-то из позиций. Это не позиция. Идея того, что следствие во всем разберется, это такая... Люди уходят из ситуации просто-напросто. То есть, тогда... Не хотят потом оказаться неправыми. Конечно, ни в коем случае, конечно. Но позиции, да, две позиции, причем они резко выражены. Я с таким даже... с такой даже неприязнью, скорее, вспоминаю какие-то комментарии у себя на сайте нанесли, что... ну, я не буду их пересказывать. Условно говоря, там, по делам досталось Никите Юрьевичу. То есть, с одной стороны, а с другой стороны, как вы могли, этот человек, который... Святость которого известна практически всему миру. А то, ну, сбор денег на церковь, да, по-моему, собирают в эту... Ну, там сборы денег на все, на самом деле, прикольные или уже? Ну, там, на самом деле, довольно прикольно, если так вот, достаточно цинично и весело посмотреть, достаточно прикольно. И сбор денег на церковь в московском ресторане вообще замечательно. То есть, с бутылочкой венца, с хаймером этим, нормально, хорошо, собрали немножко... В русских традициях. Вообще, это просто прекрасно. То есть, не помню, кто-то из достаточно доброжелательно настроенных людей назвал Никита Юрьевича добрым мажором. Вот, тоже мне понравилась характеристика, она в чем-то, наверное, верна. А, единственная, пожалуй, что, смешная вещь, которую я готов поделиться со слушателями Эха Москвы, несколько дней назад, после того, как я уже утомился от расспросов по поводу того, что ты думаешь над темой Никиты Юрьевича, ведь ты вроде бы как знаешь, понимаешь и так далее, я подумал, что нет лучшего для Никиты Юрьевича момента для того, чтобы выяснить, кто же на самом деле и как к нему относится. То есть, все это инсценировка, включая, естественно, сам арест, включая освещение в СМИ, включая адвокатов и так далее, и так далее. Все это инсценировка. И через неделю-другую Никита Юрьевича радостная и весело выходит к публике. С вами спасибо, ребята, за творческую поддержку. Она кого-то показывает пальцем. Да, да. Я... Вот это был бы, конечно, очень серьезный вариант, но никогда не произойдет. По крайней мере, не в нашей стране и не при моей жизни. Вот так вот. Но это было бы замечательно. То есть, просто замечательно. То есть, такой интриги, я думаю, никто не ожидает. Приживем с вами на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Особое мнение на 101FM. Это особое мнение. Мы продолжаем. Мы на Дарьете Пузлиевой. Мой гость Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер». Еще немного хотелось бы поговорить о наших коллегах. Газета «Сайт», не знаю, как это же правильно назвать, «Комсомольская правда», в общем, та, которая федеральная. Да, газета «Сайт», да. Приехал у них сюда журналист. Ага. И, ну, на самом деле, статья вышла под заголовком «Никита Белых из Вятки сделал Северную Корею». Я читал эту статью. Да, но мне статья показалась из разряда журналисту, которого не получилось, собственно. У меня ощущение такое, что человек вышел на Кировском вокзале, и дальше Кировского вокзала, в принципе, не двинулся, то есть начал пить уже там. То есть он долго пил на Кировском вокзале, потом как-то его запихнули в поезды Москвы, он высудился в Москве, потряс головой, портезвел, похмелился, помылся, дошел до компьютера, настучал на кавиатуре примерно то, что он мог понять на Кировском вокзале из обрывка каких-то высказываний пассажиров, и это все отнес в «Комсомольскую правду». Уровень журналистика в нашей стране, к сожалению, падает, падает и падает. И вот даже уже когда-то были у меня приличные, ну, относительно приличные комсомольская правда, федеральная. Печатают такую, прости господи, даже никаких печатных слов нет. Я немного слушателей просто введу. Давайте, давайте. Как дело было, корреспондент попытался, ну, или не попытался, я уж не знаю, действительно, как дело было взять комментарий у кого-то из администрации, у Плехова, по-моему, да, у господина Плехова, как он пишет, но ему отказали, сослали. Плехова он не поймал, и Страузова ему советовала вопросы к Плехову пересылать. То есть, когда очень сложная и примитивная интрига, во-первых, во-вторых, откуда взялся вывод о том, что Никита Юрьевич запугал до посинения каких-то сотрудников этого НОК, то есть, короче, какие-то драконовские вещи. Ну, я много чего могу сказать про политику Никиты Юрьевича, отрицательно, не буду сейчас так говорить, но, тем не менее, такой диктаторской жилки я в нем не вмещал, честно говоря. На самом деле, мы просто буквально за пару дней до этой статьи, когда всю эту ситуацию обсуждали в редакции, высказали как раз прям противоположную точку зрения о том, что при Никите Юрьевиче хотя бы все министры главы департаментов стали более-менее доступны. То есть, можно людям... Ну, имеется в виду открытость. Да, то есть, людям можно позвонить, чтобы взять какие-то комментарии. Ну, не знаю, обе вы их абсолютно ясно, есть какое-то количество плюсов, и о плюсе, кстати, я бы в этой ситуации говорил с большим удовольствием, потому что это не очень хорошо глумиться и пиариться на такой сложной жизненной ситуации. Там действительно пусть... То есть, если это было, и с наказанием пусть разбирается суд. А вот по поводу того, что принес Никита Белых в Кировскую область, что он сделал положительного, об этом стоит говорить. Не взирая на то, виновен, невиновен, как там себя поведет Москва, что она ему предъявит. Это совершенно не важно. Важно то, что он из себя представлял здесь. И самое главное, что полезного. И потому что полезное было. Вот как не относитесь к Никите Юрьевичу? Полезное было. Ну, давайте говорить о том, что было полезно. Например, такие статьи, как это, «Московский комсомолец». Или «Правда комсомолец». Ну, была, в общем-то... Они близнецы и братья, по сути. Ну, комсомольцы. Ну, Северная Корея, то есть Кировская область. Ну, хорошо, что этот корреспондент не остался подольше в Кирове. Ему повезло. Все могло бы закончиться гораздо хуже, да? Ну, вообще как-то печальнее, по-моему, да. Тема, опять же, связана с Никитой Белых, но несколько такая смежная. Вот КПРФ сейчас пытаются добиться там вотума недоверия. Сейчас я сделаю несколько глубоких вдохов, потому что, говорят, самурай принимает решение за 7, да? Ну, так как я, во-первых, не самурай, то, короче, я понимаю товарища Мамаева, партию его, даже поддерживаю. Они-то как раз понятны, то есть ожидаемо было, что их не поддержат ЛДПР и СССР. Абсолютно, абсолютно. Это даже не надо думать, это надо чуть-чуть знать. То есть понимать, кто это такие, чем они занимаются и чем знамениты, так сказать. Нет, ни СССР, ни ЛДПР не могли поддержать коммунистов в вотуме недоверия. Причем, я вообще не понимаю, этот вотум недоверия, он у каких-нибудь серьезных людей, мало-мальски серьезных, вызывает какие-нибудь ассоциации, кроме, ну, скажем так. Мне только вспоминается давняя история, когда Валерий Крепоснов пытался что-то подобное инициировать. Во-первых, Валерий Крепоснов и инициировал это, ну, если я правильно помню, года два или три назад. Ну, да, это достаточно. Ну, это не совсем по политическим меркам. Сейчас время ускоряется, то есть полгода прошло уже, карты могут сдвинуться очень сильно, и на шахматной доске совершенно другие фигуры. Ну, вот, но тогда это был совершенно такой между собой, когда аккуратненько, пользуясь влиянием, пользуясь рычагами, люди предложили Никите Юрьевичу, что, может быть, Никита Юрьевич как-то пора бы особыть. То есть это было, насколько я помню, достаточно жестко высказано. Потом это вдруг, вдруг, я подчеркну бы это слово вдруг тремя большими чертами, и пусть люди, которым интересно, как это вдруг происходило, копают дальше. Вот, но вдруг как-то это все замяли. И Валерий Крепоснов, если я правильно помню, ну, за последние полгода, год вполне был в обойме у Никиты Бевых, и как бы его проекты поддерживались. Ну, там, в целом мир дружбы жвачка. Да, мир дружбы жвачка. То есть, и очень многие интересовались вопросом, как это Никита Юрьевич дружит с человеком, который все время объявлял ему импичмент. Ну, видимо, как-то они подружились. То есть, это уже, на самом деле, их личное дело. А ожидаемо вот это было? Почему? Потому что все равно ведь и ЛДПР, и СР периодически высказывают какую-то тропку, критику в адрес губернатора. Ну, я скажу такую не очень политкорректную, даже, может быть, рисковатую вещь, что все партии, которые представлены в нашем так называемом парламенте, это фальш-панели. То есть, такие фейки, да? И никакого реального идеологического содержания, никакого там... Кто-то меня тут мучил два дня назад, пытаясь приписать мне фразу... А, ну, я знаю, кто. Приписать мне фразу, что циничный арест Белых был, значит, силовиками инициирован, как месть за его... Какие либер... Чего там? Как они правильно называются? Либерал, да? Либериан, не либерианские взгляды, какие-то другие. Ну, в общем, короче, демократические какие-то там взгляды. То есть, силовики поймали, значит, Никита Юрьевича за взгляды в кутузку лопли. Мои попытки объяснить, что за взгляды в нашей стране не сажают. Сажают за дела. Ни к чему не привели. Но партии наши это фейки, там никаких взглядов нету, там есть простая экономическая целесообразность. То есть, партии работают благодаря финансированию каких-то людей, каких-то групп, каких-то интересов. То есть, зная более-менее, кому принадлежат на самом деле эти партии, как они в принципе работают. То есть, это по большому счету бизнес, а не политика? Вся политика – это бизнес. То есть, но другое дело, что это бизнес, считай, и мы, несколько иначе, чем простая экономика. То есть, особенно индустриальная. Она, ну вот, хотя нынешняя наша, по крайней мере у нас нынешняя политика – это родная сестра, родственник, как раз индустриальной экономики. Ну, это я сейчас подумал, случайно это надо развивать. Ну вот, но, поэтому, зная, проще говоря, зная, кто такие ОДПР, кто такие СР, кто такие коммунисты, никаких нормальных сомнений в пользу того, как будут голосовать ОДПР и СР, у меня лично не возникало. Я даже вопроса не хочу рассмотреть, это интересно просто. Ну, а если вот все же говорить там о политике, как таковой, есть она, нет ее. Ну, без разницы. А как-то расстановка сил вообще сейчас вот на политическом поле, она поменяется с уходом, с арестом, с задержанием белых, потому что наверняка в преддверии выборов были какие-то люди, которым вообще никак? Не поменяется, не поменяется, не поменяется никак, в первую очередь потому, что просто очень мало времени. То есть, Москва, которой нужен хороший результат поединой России. Я предполагаю, я надеюсь на это, я всей силой, всей силой души надеюсь, что все-таки есть в администрации президента здравые, нормальные люди, вменяемые, адекватные, которые прекрасно понимают, что позволять в провинции какие бы то ни было телодвижения за два месяца до серьезных выборов, смысла нет. Поэтому ничего сделать, даже если кто-то вдруг захочет что-то сделать, делать не дадут. Но на самом деле, с учетом предыдущего вашего комментария, это получается несколько бессмысленно что-то делать. Это бессмысленно, раз, и не дадут. В политической ситуации будет меняться первый раз, в тот момент, когда будет назначена в Москве исполняющая обязанности, потому что эта должность сделана с прицелом на губернатор. То есть мы сразу, по крайней мере, даже если это будет не так, 99,9% в периоде кировчан, включая тех, кто владеет, руководит этими образованиями, политическими, подковерными, израильными союзами, они будут думать, что этот человек, назначенный Москвой, весьма вероятно окажется и губернатором. И шансы такие велики, да? То есть это первое изменение, которое произойдет, оно произойдет, когда назначен человека, к дверям этого человека выстроятся очереди изживающих занять место как можно ближе к телу. И начнется распределение, собственно говоря, финансовых потоков, бюджетов, влияния, возможности озвучить свою точку зрения и так далее. То есть здесь уже фигурки и начнут пошлить? Да, вот тогда начнется, совершенно правильно, тогда начнется. Второй момент, естественно, будет перед самими выборами за несколько губернаторов, за несколько месяцев. То есть шансы на то, что выборы будут назначены 18 сентября, стремятся к нулю, математически говоря. То есть выборы будут 18 сентября 2017 года. Это можно гарантировать, ну, с вероятностью процент, наверное, в 80. Я плохо представляю, даже больше, я плохо представляю ситуацию, при которой изменится тата голосования. Ну, то есть, соответственно, где-нибудь уже в мае будет, в принципе, ясно, делает ли ставка Москву на человека, которого они назначат буквально через неделю, там, 2-3. Ну, вот я, кстати, хотела спросить, как думаете, когда они вообще его назначат? Потому что говорили, что вот 2-3 дня, подождите сейчас, кто-то будет. Ой, это вот, мне кажется, чудовищное, ну, не чудовищное, это уже детские такие, юношеские, максималистские, вот, как сказать. Нет, не чудовищное. Обычное заблуждение у кировчан возникает от того, что они думают, что в Москве крайне важно и крайне интересно, кто же станет губернатором в богоспасаемой. Вот это да, богоспасаемые вятки. Вот Москва спит и видит, кто же этот человек, мучается, там, не знаю, Путин с Медведевым, там, не досыпают сигареты, за сигаретой не горят, правда, по-моему, нервничают. На самом деле, никто абсолютно нервничает, потому что есть обойма чиновников, есть обойма депутатов, которые, в принципе, подходят под приблизительное описание того, что хотели бы видеть москвичи здесь, кого. Вот из этой обоймы будут выдергиваться люди, им предлагаться будут, будут проводиться консультанты. Он не успел убежать, тот попался, да. Ну, с этим, с человеком из Ангушетии, там, какая-то, Тимченко, ну, я не знаю, зачем предложили Тимченко и кто ему предложил, почему так произошло. Тимченко сразу, очень спокойно отказался, да, ну, правильно сделал, потому что небедный человек Тимченко из Москвы, из Рублевки, аккуратно, в 60 лет, вдруг решит переместиться в крестовый губернатор. Кировской области, иди, кроме проблем с лесом, я что-то пока ничего не вижу особо. То есть, потому что здесь, кроме геморроя... Медом-то не намазано. Да. Ну, то есть, это не та должность, и учитывая судьбу предшественника, учитывая скандалы и все остальное, ну, нет, на самом деле здесь можно было бы, и... Ну, это такая юношеская мечта, что здесь бы оказался человек, который действительно бы занялся экономиком вхватную, да, настоящему бы занялся бы. Я даже не знаю, кто может этим вообще заинтересоваться, в принципе. Или же он должен быть очень молод и с большими амбициями для того, чтобы как-то рулить здесь, да, то есть рисковать. Потому что это вопрос риска, в первую очередь, и репутационного, и личного, и финансового, и любого, да. То есть, я даже не знаю таких людей. На ум-то, да, никто не приходит. На ум-то никто не приходит. Вот как-то, потому что Москве нужно назначать своего, это, понятное дело, но кого своего, это, значит, должен был человек там, ну, чуть больше, там, 30-ти, да, только-только задумывающийся, как ему делать жизнь, делать жизнь с кого, как писал Майюковский, вот, найти такого, да еще готового, вятку. Ну, это кадровая служба должна президентской Москве решать, скорее всего. Еще одна рекламная паула у нас. Особое мнение мы продолжаем в студии Дарьи Топузливой. Общаемся мы сегодня с коммерческим директором газеты «Репортер» Владимиром Маматовым. С Никитой Белых сворачиваемся, наконец. Ну, дай ему Бог здоровья, слава Богу. Да, ну, Валерия Крепостнова сейчас будем обсуждать. Боже, 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 боже. Колесо обозрения, на самом деле прокуратура вышла с иском в арбитраж. Забавно, это забавно. До сих пор, пока накануне пытались выяснить, собственно, какие претензии у прокуратуры детально, не получилось, пока они как-то не готовы это комментировать. На ваш взгляд, вообще удалось бы избежать этой кутюрьмы? Вообще прокуратура очнулась бы, открыла глаза, если бы вот этот шум в СМИ не поднялся вот именно по поводу установки колеса на театральной площади? Насколько вообще надзорные органы реагируют на... Нет, но прокуратура уже среагировала очень странно, как-то, на мой взгляд. То есть сначала две-три недели в СМИ муссолились самые разные вещи, включая бессмертный мем Валерия Крепостнова на тему холодильника. Это было потрясающе просто. Мне понравился холодильник, он достоин вполне занять практически федеральный уровень. То есть высказывание о том, что мы... То есть это в этом ряд со Стаховым, Мединским? Да, да, нет. Начиная с Миткина Анатольевича, который... Все держитесь там и так далее. Ну это прекрасно, что... Вообще, вот рядышком они где-то находятся. Ну вот, и Шувалов, который тут и так давно тоже подарил нам эту прелесть на тему. Это смешно. Ну, про квартиры в 20 минут. Вот это обойма. То есть Валерий Крепостнов, не знаю, как во всем остальном, но с этим он точно совершенно попал в федеральную. Хорошо. То есть повестка дня у нас есть. Есть чем в Вятке гордиться. Вот. А если серьезно, то прокуратура отреагировала следующим образом. Никак. Сначала на несколько недель, если не месяцев. Ну месяцев, я думаю, где-то месяцев это происходило. Не реагируя на высказывания, посты, там, возмущения, какие-то сборы, слеты и так далее. Сешено. Потом после... Может быть, они работали там? Кропотливо рыли бумаги. Интересовалось, каким стандартом вообще руководствуются... Ну, это не очень хорошо, противотношения с его ведомствами, наверное, да. Но меня всегда интересовало, каким стандартом руководствуется прокуратура при расследовании подобных дел. Там наклонные тяги передвигаются курьеры прокуратуры. То есть, там, погубинная почта или вот эти, там, не знаю... Это достаточно почтный российский. Или рабы-скороходы, там, примерно, да, там. То есть, потому что месяц выяснять правомощность, неправомощность установки, когда проектная документация есть, мнение кировчан, обычных жителей есть, все это есть. И в течение 15 минут можно понять, откуда растут ноги и какое решение можно принять. При этом они тратят на это месяц. Ну, это чересчур, длительно, по-моему. А как только Никита Бевых... Вот опять мы возвращаемся к нему, уволен с не уволен с, да. Как только Никита Бевых оказывается внезапно, причем явно совершенно... Ну, конфликт между прокуратурой и Следственным комитетом в ситуации с Никитой Бевых он просто виден сразу. Это мгновенно, потому что если бы его не было, то его брат бы не увольнялся. Ну, и не впервые у них этот конфликт возникает? Ну, нет, просто ни в коем случае никогда бы брат Никиты Бевых с прекрасной должностью не уволился бы в один день буквально, если бы конфликта этого не существовало. Ну, это вот соображение, оценочное суждение. Так вот, и как только Никита Юрьевич оказывается под Следственным комитетом, наша прокуратура мгновенно совершенно возбуждается по поводу установки колеса. Ну, то, что это сразу завязано. Это синхронно. Я не пока... Это... Нет. Наивная статистика заключается в том, что ты принимаешь к сведению все совпадения. Это глупо. То есть, может быть, действительно случилось странное совпадение, когда прокуратура месяц работала, потом внезапно, как-то совпало, одновременно с арестом Никиты Бевых возбудили дело по поводу колеса. Ну, так вот вышел, наверное. Наверное, вышел. Ну, то есть, тогда, если... Ну, теоретически, если мы связываем два этих события, то сейчас шансы на то, что колеса не будет, они несколько повысились. Его не будет. Не будет. Его не будет. Это... Ну, точнее, чтобы уже обезопасить свою точку зрения от возможных провалов, проще. То есть, ближайшие два месяца решение о постройке возведения принято не будет. То есть, до выборов, до 18-го, там, плюс-минус, да, решение принято не будет точно. Затем оно будет вынесено на суд уже нового губернатора, исполняющего обязанности. И вот от его отношения будет и зависеть. Продают эту тему, не продают. Потому что... Что и все. Вот, смотрите, все-таки к Никите Бевых еще раз вернусь. До тех пор, пока Никита Юрьевич не оказывался, как бы, у Лефортова, да, Собственно говоря, что у нас творилось? У нас были какие-то комментарии на сайтах, посвященные деятельности Никиты Юрьевича с этим оскорбительно-презрительным, уничтожительным отношением. Ничего подобного. Было тише, да гладь, да божья богатая. А вот как только вдруг стало ясно, что Никита Юрьевич не дотянется никак, не скажет уею, ребята, да, что же вы делаете. Все, наши... Ой, гуляй, губерния, тут столько появилось людей. Люди, которые правдолюбы, правдорубы. Где же вы были все, родимы? Где же вы по лавкам-то сидели, под лавками тащили? К слову, вообще, кстати, и раз уж и вернулись к Никите Белых, да бог с ним, о правдорубах тоже вот много там, ну, не то чтобы сильно вчитывались, но пробегались глазами по федеральной прессе, нас с коллегами удивил подбор комментаторов, специалистов из Кировской области, которых умудряются найти федеральные журналисты. Ну, не хотелось бы сейчас называть имен, чтобы никого не давать, не оскорбить. Я понял, о чем я считаю, да. Но просто люди, которых кировские СМИ не берут в силу того, что они не совсем компетентны, чтобы комментировать эти вопросы. При этом эти же люди, естественно, считают, что их не берут не потому, что они слишком компетентны, а потому что и кировские СМИ целиком ангажированы, куплены, продажны. Это гнусная, отвратительная клоака, в которых личный человек никогда не поместит, с свою точку зрения. А вот они настоящие борцы там за что-то и как-то. Они, вот поэтому они могут только федеральные СМИ. Самое интересное, любой скандал, который происходит, я, но у этих людей, опять же, в силу их, скажем так, психотипа, да, у них горячее желание оказаться на слуху. Причем практически любой ценой. Ну, это на слуху, это то, что называется почему-то сейчас термином пиар, хотя, на мой взгляд, пиар немножко другая вещь. Вот благодаря этому федералы, да, федералы замечают этих людей, и эти люди формируют образ Вятки в Северной Корее, там пополам неизвестно с чем, прекрасно совершенно. То есть, видимо, мы заслуживаем того, что федералы так о нас думают. Прелесть. Так, надеюсь, сейчас-то точно с Никитой Кремлевым будет все. Отставка Павла Астахова уже упоминали мы детскую инвестиционную. А она состоялась или нет? Ну, накануне в Кремле... Путин не подписал. Ну, то есть не подписал, но Кремль подтвердил, что после отпуска он уже точно на работу не вернется. То есть сейчас он в отпуск. Это я прослушиваю, это Песков, да? Ну, это накануне, да, Песков. Так он в какой формулировке это было? Отставка по собственному желанию. Нет, бумагу об отставке подава, это я знаю прекрасно. Но Путин подписал эту бумагу или нет? Тут, не знаю, врать не буду. Ну, Песков, спасибо. Нет, в самом материале просто информации о том, подписал ли Путин бумагу, не было. Но после... Песков заявил, что после отпуска Астахов не вернется на предыдущее место работы? Да, вот эти слова были. То есть именно вот так, да. Ну, значит, Карту разыграли так, что Астахов увольняется. Вот, собственно, Владимир Шабардин тут накануне у нас был в эфире, заявил, что... Володя, прекрасный человек, он явно на своем месте, я очень уважаю его. Вот он заявил, что он расстроен ходом Астахова, и судить о его работе он предпочитает, опираясь на мнение тех людей, кто непосредственно с ним работал, а не на какую-то внешнюю сторону. Но тут, я так понимаю, он имел в виду, опять же, высказывание, что как поплавали, потому что... А я с ним согласен автоматически совершенно. Но тут есть какой-то... То есть СМИ опять сыграли свою роль? Можно сказать, что журналисты дожали уже Астахова? После этой цитаты. Ой, ну, можно сказать, что... Ситуация осталась так, что журналистские высказывания были приняты и использованы. Вот так вот. То есть есть ситуации, масса ситуаций, когда что ни говоришь журналисты, как нам ни рассказываешь, что это окажется абсолютной пустотой. То есть он ни к чему не приведет и привести не может. Вот так устроена... Так сделана жизнь, так устроена конструкция. А вот в этой ситуации журналистская работа оказалась просто прекрасной. То есть Астахов сам подал заявление Путина. Вот если так сказал Путина, значит Путина это заявление утвердит. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что Дмитрий Сергеевич будет рассказывать, что бы то ни было в такой ультимативной еще форме, не зная реакции. Ну, сомнительно. То есть насколько это было сделано для того, чтобы показать зависимость общественных функций власти, вот народного мнения. Ну, не знаю, это, как говорится, Кремлю в данном случае виднее, что ему нужно в данный момент. Ну, а собственно личности Астахова я не знаю. Я никогда не оценивал его деятельность как амбудсмена. И, кстати говоря... Просто самое интересное, что практически никто сейчас не оценивает его деятельность как амбудсмена. В основном... Ориентируясь на это высказание, поплаваем, поплаваем. Да, то есть можно все статьи определить в одну группу. Это лучшие цитаты Павла Астахова. Ну, все понятно. Так нет, это банальная совершенно вещь, когда это массовая популистская вещь, когда все делится на два лагеря. Правые, левые, там, коммунизм, капитализм, там, белые, красные, без разницы. И в этом, собственно, это ни к чему не приводящее... То есть это иллюзия схватки, когда люди делятся на два лагеря, расшибают друг другу головы, потом через какое-то время выясняется, что, в общем-то, имущество не прибавилось, как бы культура тоже. Ничего не построено, ничего не сделано, ничего не улучшено. Просто произошел драк. То есть и больше ничего. Но люди выплеснули какой-то пыл, который у них был. Причем всем очень нравится, что люди выплескивают. Эмоции перегорают. Только никакого, но эмоции перегорели, люди дальше пошли к станкам. Вот такая конструкция. А ни одной здравой точки зрения, ни одной вдумчивой, ни одной, понимаешь, я по поводу Астаха вообще не слышал. Да и по поводу боевых тоже. То есть... Мне кажется, что со Астаховым тут еще проблема в том, что большинство людей, ну, по крайней мере, там, не журналистов, а тех, кто просто обитает в информационном пространстве, они совсем себе четко представляют, в принципе, работу института, уполномоченных. Что детского, что бизнесменов, там, и тому подобное, и прочее. А мне кажется, ситуация вообще гораздо точнее ее представить, как нежелание и неумение работать с массовыми сигналами со стороны как раз. Я самой, собственно, администрации, скорее всего. Насчет нежелания не знаю, насчет неумения. Ну, по крайней мере, такие вещи, как вот эти мемы Астахова или какие-то другие, там, другие мелочи, там, они предпочитают, скорее, или же игнорировать, или же ограничиваться, допустим, простым аппаратным решением. То есть был Астахов, нет Астахова. Давайте снимем Астахова и скандал утихнуть. Ну, будет следующий человек, он тоже что-нибудь сказанет. Радостно смеет, подхватит, опять будут инвективы в адрес власти. Ну, давайте сменим этого человека. Ну, вот так примерно, да? Ну, это говорит о структуре вообще взаимоотношения власти со СМИ, скорее, и с народом автоматически, тоже. А Астахов, я в этой ситуации в большей степени полагаюсь на мнение Шабардина. Потому что для меня, во-первых, я знаю, что Шабардин занимается этими. Я знаю, я и по отзывам многих людей, которые с ними работали, я знаю, что он занимается этим хорошо, качественно, ответственно. Мне этого достаточно. То есть как минимум ему виднее. Я понимаю, что человек специалист, в самом деле. Ну, вот пусть, если он говорит, что Астахов достаточно приличный человек, занимался своими делами, ну, я согласен с ним. Я сразу же не собираюсь даже обсуждать. Тогда на этом мы сегодня заканчиваем. Да, все, спасибо. Это было особое мнение коммерческого директора газеты «Репортер» Владимира Маматова. В студии работала Дарья Тузлиева. До свидания.